Донорство – один из важных и доступных видов благотворительности, которым занимаются многие жители Десногорска. Акцию «День донора» в городе проводят 5-6 раз в год. Очередной приезд смоленских специалистов состоялся 25 января. По статистике, каждый третий житель планеты нуждается в переливании крови. В России необходимость такой процедуры возникает у 4000 человек ежедневно. И несмотря на это, некоторые регионы в прямом смысле страдают от нехватки доноров. В Смоленске такой проблемы нет. Наоборот, количество добровольцев растёт. И в Десногорске тоже. В этот раз в Смоленску везли около 54 литров крови. Захотелось помочь людям в той сложной ситуации. Дендемия в стране, поэтому как-то так решился и пошёл донором. Чтобы сдать кровь, нужно немного. Всего лишь желание, паспорт и небольшая подготовка перед процедурой. Предпочтение в пище нужно отдать отварному мясу, избежать алкоголя, жареных и молочных продуктов. Крохотное неудобство ради большого блага. Наши все друзья-доноры. Это почётно, мы считаем. Мы помогаем людям. Как-то я сдавала в Смоленске тромбоциты. И мне сказали, что сейчас они поедут эти тромбоциты спасать жизнь девушки. Поэтому это прямо очень трогательно. Решение стать донором – почётная и важная миссия, которая для некоторых семей становится традицией. Складываются так называемые донорские династии с поколениями почётных доноров. Почётного донора дают либо 40 кровосдач, именно цельную кровь, либо 15 плазмы и 25 кровосдач, либо 60 сдач плазмы. В принципе, всё это происходит на довольно-таки длительном отрезке времени. Чтобы сдать кровь 40 раз, это нужно потребоваться не менее 8 лет. Оказывается, донорство – это добрый поступок, который сразу же отвечает себе добротой. Ведь сдача крови не только спасает жизнь другому человеку, но и оздоравливает организм донора. Это для организма безвредно, так как запускаются системы самоомоложения, то есть новые клетки вырабатываются, и организм, скажем так, омолаживается. А также это профилактика инфаркта, инсульта, скажем так, визитная карточка здоровья. Ты сдаёшь кровь, ты постоянно обследуешься. Заканчивается процедура обязательным сладким чаем и правом на два дня отдыха от работы. Ксения Ложкова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.